В Омске самые дешевые подержаны велосипеды. По данным Авито, средняя цена составляет 7,5 тысяч рублей. Количество предложений растет. Сезон двухколесного транспорта в самом разгаре. Все больше веломагазинов и мастерских. Сейчас их в городе более трех десятков. А количество велосипедистов на улицах Омска может сравниться, пожалуй, только с количеством людей, которые собираются купить себе байк. Как не ошибиться в выборе, расскажет Дмитрий Куканас. Двухподвес для даунхила или карбоновый шоссер на сликах. Если в этих словосочетаниях непонятно ничего, лучше начинать с простого. Прежде всего, определиться, для чего вам нужен велосипед. Если это будут нечастые прогулки по набережной, по выходным, то подойдет дорожный велосипед. Вот такого плана. Существуют женские модели с заниженной граммой и мужские. Для ежедневных поездок больше подойдет горный велосипед. Он способен выдержать более серьезные нагрузки. Выехать хоть в парк, хоть в лес – на таком не проблема. Определившись с моделью, подбираем по росту. У велосипедов, как и у одежды, есть свои размеры. Например, росту 1,80 м соответствует размер L. Если подобран неправильно по росту, то будут уставать руки, будут уставать колени. То есть седло не отрегулируется выше, будут колени не до конца разгибаться. Будет, ну, это можно навредить здоровью. На что еще обращаем внимание? Обращаем внимание на диаметр колеса. Тут уже по личным предпочтениям. Либо это 27,5-29, существуют размеры 26. Чем больше диаметра колеса, тем лучше накат. Чем диаметра колеса меньше, тем лучше управляемость. Если покупать с рук, нюансов больше. Тут главное – не бояться испачкаться. Человек по объявлению покупает велосипед. На что в первую очередь нужно посмотреть? Ну, внешне смотрите, там, допустим, чтобы узлы все хотя бы присутствовали, на месте были. То есть колеса элементарно хотя бы крутились. Педальный узел, вот этот вот, кареточный, он самый прочный. Как его проверить можно? Ну, в принципе, как и другой, любой узел, вот у вас есть только руки пока. Вот, хотя бы просто на люфты пошатать немножечко, туда-сюда. Точно так же проверяем и остальные узлы. Рулевую колонку, заднее колесо. Биение, даже небольшое, можно ощутить и не прикладывая усилий. Если поставить на третью звезду, на большую, вот здесь вот, впереди, и посмотреть так в торец, оттянуть немножко. Видите, зазор большой, больше 5 миллиметров. Эта цепь изношена очень сильно. Соответственно, скорее всего, и трансмиссия. Все это поможет оценить состояние и прикинуть, во сколько обойдется ТО. И еще, обязательно посмотрите заводской штамп. Если номера спилены, скорее всего, велосипед в угоне. Дмитрий Куканов, Александр Ебуха и Антон Щетинин. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...